Источник заслуживает внимания. Древний источник, вода обалденная и он стоит того, чтобы преодолеть расстояние и прийти и спить из него водицу. В этом районе древние стены встречаются фактически на каждом шагу. Где-то от них остались только следы, можно догадаться, что это были стены. Где-то они сохранились лучше. Ну а если есть желание забраться в джунгли, где нет никаких троп, то можно отыскать и стены покрупнее. Здесь реально как в джунглях древние города. Вот такие вот блоки, огромные блоки. Даже ступени здесь сохранились. И из таких вот каменных глыб здесь стоят стены. Сколько им лет? Много? Такие вот затерянные в зеленом океане. Кустян спрашивал, где они находятся. Все-таки я их нашел. Костик привет. Полдня сегодня так результативно прошелся, много километров сжигал, напетлял. В джунглях набрался. И есть те самые стены, о которых я рассказывал. Все рядом. Нужно только немного свернуть с нахоженной тропы и под джунглям, под джунглям. Здесь много чего интересного можно увидеть. Местами они абсолютно разваленные. Только мхи и лишайники покрывают эти древние камни. Где-то они сохранились в полный рост, так сказать, и тянутся далеко в лес. Здесь реально лианы, будто джунгли. Здесь крайне редко бывают люди. Можно судить это по тому, как здесь все заросло. Какая растительность. Но стены действительно огромные. Вот так я прошел немногим больше десяти километров. Пять часов с пути. И если, повторюсь, свернуть в сторону от туристических троп, то вы можете найти довольно-таки интересные древние вещи. В покладке видно, там дальше вообще огромные глыбы. То есть это подтесывалось все. Сколько оно простояло, неизвестно, но стоит по сей день. Если есть желание побродить, посмотреть все это. Человек выбирает себе день, ставит цель, выходит и находит. Нет ничего невозможного. Меня спрашивали, где это находится. Пути Господни неисповедимы. Куда заведет тропа, там и находится. Сегодня я иду без карты, поэтому точных координат не скажу. Ну это предгорья Ялки. И таких мест довольно-таки много. В глубине горного леса можно найти все, что угодно. Даже то, о чем вы не можете себе представить, что оно здесь до сих пор есть. Оно есть. С какой целью и для чего это уже историки и археологи больше информации дадут. Ну показывают сам факт того, что действительно много тайн, хранит горный лес. Прожило много и много разных народов. И за века очень много памятников архитектуры. Те же родники древние. В общем, посмотреть есть что. Не ленитесь, выходите. Горы. Это здоровье. Куда ведут такие ступени, непонятно. Троп здесь давным-давно нет. Но Сами постройки, сами подпорные стены сохранились до наших дней. И при том, в отличном состоянии. И вы можете обеспечить intervention. Если вас Бог за пыли Fame. А déринать, で об faction. А вот я попал в засаду, к трапезу которой я шел, пытался выйти, здесь вот разливается ручей и получается спасное болото. И вышел опять-таки на стену, это уже стена другого плана, или остатки древней стены, ну как бы не называть, а следы древних цивилизаций здесь повсеместно. Ну тянутся эти стены высоко и далеко. Ну вот пока лазил по джунглям, немного солнышко начинает проглядывать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот они места силы, далеко ходить не нужно, просто немножко понимать свои ощущения. Вот уже даже ближе к выходу, к цивилизации, вы все равно будете встречать эти сооружения. Субтитры сделал DimaTorzok Вот та же конструкция, тот же материал, но уже столетия спустя. Вот как и века к тому люди применяют в строительстве все тот же камень. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...